Что представляет себе клиническая картина острого панкреатита? Порог это болевой синдром или абдоминальная боль. Боли обусловлены растяжением капсулы поджелудочной железы, а также повышением внутрепротокового давления, разряжением лицка брюшины, покрывающейся передней поверхностью поджелудочной железы, парапанкреатитом и панкреатическим фиброзом, при которых в патологический процесс вовлечены нервные окончания вегетативных волокон. Боли также бывают мучительными, интенсивными, что часто их сравнивают с болями, возникающимися при трансмуральном инфаркте миокарда, а также тромбозе, мезентральном тромбозе, разлитом перитоните. Иногда боли могут сопровождаться и болевым шоком. Локализация болей. Чаще всего они локализуются в левом подреберье. А также бывают высокие боли, интерпретирующие как боль в ребрах. Это что означает? Существует такое мнение, что локализация болей в известной степени зависит от преобладающегося поражения головки и тела или фасто-поджелудочной железы. Например, если поражается головка и тело поджелудочной железы, то боль локализуется в области эпигастреи. А если хвоста, то в верхнем квадрате живота и даже в нижних отделах левая половина грудной клетки. То есть это называется боль в ребрах. Ирадиация боли. Ирадируют они в левую половину грудной клетки. По-другому это называется левый полупояс. А также еще больные описывают ирадиацию. Боли стягивают обручем или веревкой пополам. Или боли разрезают тело пополам. Или по-другому перепиливают пополам. Характер боли бывает постоянным, длительным. Могут начинаться от нескольких часов до 2-3 суток. И время возникновения обычно после еды. Через 30-40 минут. Почему в это время? Потому что в это время происходит пищевый комок. Эвакуируется из желудка. И поджелудочная железа активно вырабатывает ферменты и бикарбонаты. Которые в свою очередь нейтрализуют. И обработают поступающиеся в 12-перстные кишки. Кислого содержимого. И в период функционального подъема происходит прилив крови в 12-перстную кишку. С растяжением ее капсулы. И чем это спровоцируется? Спровоцируется. Усиливается после употребления небольшого количества пищи. Воды. А также положение на спине. Ослабевает вертикальным положением. Купирование. Купировать очень сложно. Но с какими-то, например, с холодом или полным голоданием можно как-то облегчить состояние. Это объясняется тем напряжением капсулы поджелудочной железы. И происходит такое ощущение, когда кушаешь, будет болеть. А если нет, то не будет болеть. И с этого происходит цитофобия. Вынужденное колено-локсевое положение. Это связано с снижением давления желудка на поджелудочную железу и давлением последнего на солнечное сплетение. Лекарственные средства, которые снимают спасенцы в некоторой детонеотропной спазмолитики. Лекарственные средства, которые улучшают отток секреции поджелудочной. А также ферментативные препараты фесталкрион. Это связано с включением торможения, панкреатической секреции, по механизму обратной секреции и звеноцеперстной кишки. Диспептический синдром. Диспептическому синдрому характерны упорная тошнота, отсутствие или снижение аппетита, а также многократная рвота, которая не приносит облегчения. Следующий синдром воспалительной ферментативной интоксикации. Появляется слабость, лихорадка, характерны ножницы, это когда отставание температуры тела от чистоты пульса, а также артериальная гипотенция и тахикодия. Следующий топориз кишечника сопровождается вздутием живота, ослаблением перистальтики кишечника и задержанием стула. Физикальные исследования. При физикальном исследовании мы можем увидеть бледность и цианоз кожных покровов. Это обусловлено системными проявлениями заболевания, в частности, это каликриин, кининовые системы, противовоспалительных титокининов, артериальной гипотензии, нарушения микроциркуляции, свертываемости крови. Если в осмотре увидим больного цианоз на передней брюшной стенке, то это говорит о симптоме холстеда. Если цианоз в боковых поверхностях живота, то это грея турнира. Если вокруг пупка, то это кулина. Если в углу между 12-м ребром и позвоночником слева, это симптом турнира. Фиолетовые пятна на лице и туловище, это симптом мундера. Если цианоз в лице, то это лагерлифа. Если покраснение лица с синическим оттенком, то это дюльсово. Также встречается их кемоза вокруг пупка и на ягодицах. Это вследствие нарушения проницаемой сосудистой стенки. Это симптом Грюнвальда. Продолжение следует...